Девушки отдыхают Я летала из Белоруссии в Москву Из Белоруссии в Москву, да? Вот вспомни, как ты летела в самолете Что там вообще было интересного? Чего тебе запомнилось? Вот за окошек самолета видна была землю Так, а еще? Интересно это было? Интересно А чего ты видела на этой земле? Разные реки Дом Как ты думаешь, вот давным-давно, лет пятьдесят тому назад Люди думали о ракетах? Люди? Нет, мало очень, малое количество думало о ракетах А вот о чем они думали тогда? Они думали, как, например, вот Один человек В тележке долетел до Луны Ну вот фантастики придумывали всякие Когда мы говорим о ракетах О том, что было в литературе в двадцать седьмом году Мы должны помнить, что двадцать седьмой год дал нам И всем читающим людям на земле Поэму Маяковского «Хорошо» Этот великолепный гимн строительству нового мира Я помню, раз я рекорд подбил, 72 часа подряд Работал, когда я сдавал двигатель Вот Оржи Никитца приходил ко мне К нам Я пускал двигатель, сдавал ему Ребята, дети, пионеры Брали на себя социалистическое обязательство Вот в Москве Дадим стране сто тысяч ударников родителей Да, полвека прошло с той поры Не верится даже и самому Когда мы приходили сюда, в эту квартиру К Владимиру Владимировичу И куда приходил сам поэт Возвращаясь или с выступлений Или из редакции Приходил в эту квартиру Где были соседи Это была густонаселенная квартира И поэт жил в маленькой, как он говорил, комнатенке лодочке Лучших слесарей Тараничев вытащил всех И я в том числе, как инструментальщик Работал на них Мы работали, не покладая рук Потому что мы были и комсомольцы И партийцы Мы все это дело понимали Что надо, надо, во что бы то ни стало По-моему, сам Орженикидзе, кажется, этим делом руководил Что это дело нужно Обязательно нужно для страны станки сейчас Вот как нужно Какое привычное для нас слово Пятилетка Десять пятилеток назад Оно совсем не было привычным Пятилетка только родилась Она была смелым экспериментом В 1927 году Четвертый съезд Советов СССР Принял решение о разработке Первого пятилетнего плана Уже 10 лет народ сам решал судьбу своей страны В те дни в одной из парижских газет Появилось сенсационное сообщение Бывший великий князь Кирилл Владимирович Признал, что советская система Осчастливила народ Он согласен принять завоевание революции При условии, если его поставят во главе страны В качестве советского царя А на московских улицах пели У рабочих и крестьян все крепчает смычка Без буржуев и царей мы живем отлично Нет больше царей и буржуев Вся власть в стране принадлежит рабочим и крестьянам Достигнуты успехи в социалистическом строительстве Растет новый человек Формируется новая жизнь Эти итоги десятилетия советской власти Подводились и в озорной частушке И в серьезных докладах наших наркомов Юбилейную сессию в ЦИК решено было провести в Ленинграде Городе, в котором 10 лет назад Начался отсчет новой эпохи Манифест юбилейной сессии сообщал об установлении Семичасового рабочего дня Трудящийся человек получил новые возможности Для отдыха, учебы, лечения, занятий спортом Для своего всестороннего развития На мандате делегата 15-го съезда ВТПБ Портрет Ленина Съезд утверждал директивы на составление плана первой пятилетки Плана, который был продолжением Ленинской программы социалистического строительства Наша промышленность становилась на ноги Теперь на повестке дня стоял вопрос о коллективизации сельского хозяйства Нового развития требовал и план Гойл-Ро Глеб Максимилианович Кржижановский говорил на съезде Когда мы писали программу электрификации, многие говорили Ох, какая поэзия, какой-то Днепрогез, какая-то свирь Мы нищий народ, а вы намечаете такую фантастику То, что когда-то казалось фантастикой, поэзией, отвлеченностью Сейчас уже подхвачено всем могучим коллективом нашей страны В этот год в партию вступило 100 тысяч человек В 1927 году разворачивается строительство Турксиба Вспомните, в конце 1926 года вступила в строй Волховская ГЭС И вот уже закладывается Днепрогез Это Александров, автор проекта электростанции В основании ее плотины доска с надписью 8 ноября 1927 года Во исполнение заветов вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина Усилиями трудящихся масс заложена Днепровская гидроэлектростанция Могучий рычаг социалистического строительства Вот практически если себе представить, что сейчас из себя представляет завод Это ведь все было заложено в 1927 году Когда была специализация, намечена после партийного съезда Создание собственной промышленности, создание специализированного производства Если мы сейчас выпускаем 13 тысяч станков в год Тысячу станков с лишним в месяц Это было заложено в 1927 году Когда были сняты дизеля Была снята прочая номенклатура И создано вот это мощное специализированное производство А что мне кажется роднит сейчас Теперешний завод С заводом 1927 года Это не техника, конечно, которая была тогда и сейчас А наверное люди Люди, да, действительно люди были С огоньком, как говорят Я с товарищем говорил, что сейчас такой Как и молодежь И консобольцы И вообще молодежь Включались в работу так, чтобы выполнить Сначала пятилетка началась И вот это действительно были энтузиасты Первая пятилетка в жизни завода Красной Пролетарии О ней говорили два его директора Кузьма Федорович Белов Коммерческий директор завода в 1927 году И нынешний директор Олег Алексеевич Королев Вспоминают ветераны Красного Пролетария Савелий Давыдович Хитрук Дмитрий Георгиевич Самонин Михаил Алексеевич Кубышкин Георгий Алексеевич Демидов Владимир Федорович Лотков И другие Мы не считаем это в то время Как мы работали Я забывал иногда даже Я-то открыл, говорят, даже Был уже в воздухе, мне жениться надо было Я уж перерос Я жениться с Ильевичем Я в пришел, говорю, ты что, я женился вчера Ну ты, черт, все возьми Ты уже сказал, понял Ну, так, все Все на заводе называть Тогда же не снег Центральный комитет придавал большое значение Реконструкции завода потому Что, как вы сами понимаете Токарный станок это Это станок станков А завод Красный Пролетария Это завод заводов И первая ударная бригада Была организована По нашей инициативе Вон, с Федором Яковлевичем Федуловым Он тоже инструментальщик был И я инструментальщик Вон там фотографии ваши Выпускали болторезки А плашки к ним 12 комплектов Делал инструментальный цех История завода Как история семьи А заводской музей Это своеобразный семейный альбом Который хранит свидетельства этой истории Хранит память обо всем Что дорого краснопролетарцам История завода Фабрики Колхоза Института Просто семьи Все это Наша биография И вот из таких историй Складывается И наш фильм На этом столе Лежат письма Документы Присланные телезрителями В адрес нашего фильма Вот письмо От дочери и внука Сергея Сергеевича Каменева Легендарная судьба У этого человека В годы гражданской войны Он был командующим Восточным фронтом Затем Затем Главнокомандующим Вооруженными силами Республики А с 1927 года Он Зам Наркома Обороны Известно, что Сергей Сергеевич Каменев был одним из тех Кто создавал Советские Оборонные Общества Он очень много сил Отдавал воспитанию Молодежи А ведь в то время Пользовались Огромной популярностью И стрелковые Кружки И авиаклубы И спортивные секции И их становилось Все больше и больше И вот нам стало известно Что и сам Сергей Сергеевич Каменев был Прекрасным спортсменом Он великолепно стрелял Занимался волейболом И вот о таких Фактах Биографии Наверное Невозможно прочесть Даже В самой подробной Энциклопедии Он страшно был веселый Очень был Доброжелательный Ко всем Относился хорошо Даже Люди Которые знали Что его не любят Все равно Он как-то Очень доброжелательно Относился Бесконечно Инициативный И масса юмора Так что Вы не думайте Что это Любой Кто его знал Вам так скажут Таблицу умножения Он меня учил Придумая мотив Мы с ним пели До этого Вот еще одно письмо Его написала Вера Ивановна Бахова И в этом письме Есть Необыкновенные документы Мать Веры Ивановны Баховой Простая Неграмотная Крестьянка Елизавета Дмитриевна Прянишникова Закончила Курсы Ликбеза И вот это И вот это Ее самая первая Самостоятельная Письменная работа А теперь пришлось Учиться Благодаря советской власти И я очень рада Что научусь хоть немного Читать и писать И вот на этой бумаге Она написала сочинение А теперь я его храню Как реликвию И после того Как это сочинение Было написано Она получила Официальное удостоверение О том Что отныне Она Стала Грамотным человеком Направление Которое я получил Это было На строительство Вернее на пятую ГЕС Просто А пятая ГЕС Это была Далекая стройка Она на самой окраине Ленинграда Вот шло Это самое строительство Значит Фирмы Вели монтаж И гарантировали Работу оборудования Это было связано И начали они так В развалочку В этот самый монтаж Месяц Второй Третий Пятый Шестой И только Первый котел Значит Подходит к концу А их шесть Решили Давайте создавать Ударную бригаду Из комсомольцев Начали Собирать Ну уж тут мы рады Значит А кругом Недоверие Я уж потом На комсомольской работе Был Знаю Что даже В комсомоле В Ленинграде Была такая Спор такой Был Повернулся ли Комсомол Лицом Произнос Для меня Это не было Вопроса Я доказывал Как еще Поворачиваться Мы работаем Не покладая Рук Ударники Все Как тут Ну и потом Сама работа пошла Понимаете Дружно Очень Ну молодежь Вы знаете Так С энтузиазмом Большим взяли И что получилось Два месяца прошло Котел К концу идет Понимаете Уже тут Вопроса О нашем авторитете Нет Александр Семенович И Татьяна Васильевна Картуковы В 27-м году Были организаторами Совхоза Гиганта На Ставрополье Старшая Агита Октябрина А это Агита А вот почему Вы их так назвали Ну первая Родилась В октябрьские дни Как раз И мы решили А жили-то Мы Коммуны И решили Так и Звать Давать Новые имена Мы не хотели Никаких Старых имен А это Агита Сагитирована Потому что Приехал Клёст С Надеевой У них уже было Двое детей Одну Звездали Светлана А мальчика Назвали Трудомир А тогда Мы решили А это будет Агита Потому что Я немного Протестовала Дополнительного Увеличения Семейства Значит Сагитировали Нас Вот так Мы и Назвали Вот какую Любопытную Информацию Мы прочитали В журнале Огонёк За 1927 год В Москве Уже 16 ЗАГСов Взамен Имён Агафокли Агафодор Перепитуя В ЗАГСовых Книгах Появились Новые имена Идея Майя Владлен А вот Какую Хронику Мы нашли В архиве Кинофотодокументов В Москве В 1927 году Был установлен Первый Семафор Для регулирования Уличного Движения Авторы Многих Писем Наверное Не подозревают Что даже Самые Незначительные На первый Взгляд События Запечатлены На киноплёнке И нам Захотелось Просто показать Несколько Таких сюжетов Субтитры Очень много кинохроники посвящено детям. День птиц. Один из праздников тех лет. Смотрите, какой лозунг. Хочешь другом быть пернатки, то забрось навеки все рогатки. Это им посвятил свою скульптуру художник Иннокентий Жуков, назвав ее «Те, которые не видели живого городового». И, может быть, потому что в 1927 году уже существовало это поколение, вся страна чувствовала себя подростком. Вся страна творила, выдумывала, пробовала. Дети – это был перспективный план развития нашего государства. И поэтому все, что начиналось, все, что придумывалось, создавалось, все это уже предназначалось новым поколением. Открывались детские сады и строились ясли. Возводили школы, интернаты, действовало общество «друг детей». А вот вы, например, знаете, что означает слово «Охмат-млад»? Ну, наверное, поколению 20-х годов хорошо знакомо это слово. «Охмат-млад» – это был специальный отдел Наркомата здравоохранения по охране материнства и младенчества. Это о нем писал поэт Ярослав Смеляков. Теперь это может показаться странным. Но мы записались, оравою всей, в могучее общество личной охраны младенцев России и их матерей. Дети 27-го года. Каким они видели окружающий их мир? Нам удалось найти детские рисунки того времени. Но, к сожалению, показать их вам мы не можем. Они очень старые, очень сложно их было сюда привезти. Поэтому мы сделали копии этих рисунков. Но посмотрите, что окружало детей 27-го года. Посмотрите, какие темы их волновали. Дмитрий Дмитриевич Гунин в 1927 году был вожатым первых пионерских отрядов в детских домах для беспризорных. Перед отъездом я зашел в колонию. Ребята узнали, что я еду в Москву. А так как отряд носил имя Надежды Константиновной Крупской, то ребята меня попросили. Почему-то все решили, что я обязательно встретился с Надеждой Константиной Крупской. И ребята решили, во-первых, передать привет, а потом додумались. Надо что-то подарить, что-то послать. Долго думали, обсуждали. И вот самая маленькая, звеневая, Дуся Полушатова такая девочка, у нее лет 10 было, она придумала. А что, ребята, что нам самое дорогое, для нас вот дорогое. А при колонии была маленькая оранжерея, но хорошая оранжерея такая, на губенье, пожалуй, была одна. Осталась от барских времен, и там были персики и абрикосы росли. Причем их не так много, я не помню, сколько там деревьев было, но плодов, ну, не больше полусотни, около сотни только. Поэтому за каждым плодом был уже заранее назначен хозяин. Он смотрел, когда вырастет этот плод, чтобы его скушать. И вот это Дуся Полушатова предложила, чтобы эти плоды передать Надежде Константиновне Крупской. Я подумал, как ребята согласятся, но ребята были все издушны. Они даже обрабывались. Ой, пошлем, Надежде Константиновне, пошлем вот эти фрукты. Таким образом уложили в ящик, свернули бумажку, закрыли крышкой, и я с этим багажом поехал в Москву. Учимся, и вдруг нам сообщают, что одним из преподавателей будет Надежда Константиновна Крупская. На курсах учились в основном директора колоний, детских домов. Это были люди пожилые, зрелые, солидные люди. Там несколько было человек-заводчий, и только пять человек-педагогов. Вернее, четыре молодые учительницы были, и я один, единственный на всем курсе вожатый. Я с кем галтер, конечно. Она обратила внимание на меня. А вы, говорит, откуда, товарищ? Я говорю, из Самары. А где вы работаете? Я говорю, вот работала в колонии, я сейчас работаю в базе. Почему перешли? Я говорю, вот комсомол решил меня направить туда, но собирается меня вернуть обратно. Правильно делает комсомолец, а неправильно, что они у вас забрали. Нельзя. Если вы прижились к ребятам, то уж надо было работать с ребятами. Конечно, наоборот, чтобы вы работали в детских учреждениях вот такого типа, как детский дом, колония, туда надо отправлять самых лучших, самых душевных идей. Вот так поговорили. Потом я говорю, Надежда Константиновна, а ведь я вам подарок привез. Какой подарок? Ребят послали. А что? Я говорю, фрукты. А где это? Я говорю, тут, на вешалке. Ну, покажите. Я бегом побежал на вешалку, схватил ящик, прихожу, поставил на стол, скрыли ящик, и такой аромат вот этих солнечных плодов. Надежда Константиновна взяла плод, взяла в руки, посмотрела на него, и говорит, как чудесно. Не только сам плод, но и то, что вот ребятички, когда я ей рассказал, как это было собрано, что вот ребята самые, что у них есть такое лакомство, которое они, тяжелую годину нашу, они отдаются, передали здесь. Я домой не повезу. Я повезу в наркомпрос, покажу товарищам. Дети играют в войну. Сейчас мы смотрим эти кинокадры с особым чувством, ведь именно им, этому поколению, спустя годы, пришлось воевать на фронтах Великой Отечественной. А пока дети играют в войну. КОНЕЦ А вот это уже военные маневры Красной Армии. В 1927 году необыкновенно популярным было только что родившееся оборонное общество Асавиахим. С этого времени начинается история ДОСААФ. 5-50 тому назад девочки такие как-то летали на самолете? А для чего вообще трактор нужен? Чтобы чтобы рыть. Тогда это только появлялись первые трактора. Вот я помню ученик старше нашего с нашей семилетней школы на трактор работал. И вот утром обнаружили трактор. Стоит один поле. Тракториста не было. Долго разыскивали. А потом лошади уже с плугом и шли остановились. И никак не хотели дальше идти. Когда раскопали это место оказался тракторист закопан в землю. Он пал смертью от руки. Влаги, да? Да. И вот мы изучили все роли и начали понимать выступать. Сейчас в моей памяти сейчас осталось как мы выступали в числе министра. Я Муссолини враг коммунистов и предводитель армии фашистов. Все коммунисты мне ненавистны но с ними должен я торговать. Мы действительно торговали с другими странами. Но международную обстановку того времени справедливо называли траншейной войной во внешней политике. Мы были по одну сторону баррикад с трудящимися Италией, страны, в которой захватили власть фашисты Муссолини, с пролетариями Вены, которые вели классовые бои на улицах австрийской столицы. Мы боролись боролись за жизнь Сакко и Ванцетти и присоединяли свои голоса к воззванию с полкома Мопро, трудящейся всех стран. Протестуйте, не допустите кровавой расправы палачей. И в этой необъявленной войне были жертвы. Разгромлено советское торговое представительство Аркос в Лондоне. Полпред, депкурьер, С первых дней советской власти наши дипломаты были солдатами этого фронта и гибли как солдаты на своем посту. 1927 год. В Варшаве убит советский полпред Войков. Всем было понятно, кто стоял за спиной убийцы. В 1927 году одним из самых распространенных выражений стало «Наш ответ Чемберлену». И дело, конечно, не в Чемберлене, мелькнувшем на историческом горизонте. В это вкладывался смысл куда более широкий, чем просто обмен дипломатическими нотами. Здесь было завоевание экономической независимости СССР и укрепление Красной Армии. И даже этот мультфильм, выпущенный 50 лет назад, тоже был нашим ответом Чемберлену. И как радостно было встречать в Москве участников первого Конгресса друзей СССР. К нам приехал писатель-коммунист Анри Барбюс. С особой теплотой мы приветствовали Клару Цеткин, которой в 27-м году исполнилось 70 лет. В тревожной атмосфере того времени люди оставались оптимистами. Им были свойственны и жизнерадостность, и желание попробовать во всем своей силы. Человек почувствовал вкус к технике, спорту, путешествием. Все волновало его в этом мире. КОНЕЦ В тот год норвежский путешественник, открыватель северного и южного полюсов Руальд Амонсен, это он садится в автомобиль, с некоторой горечью шутил, мне уже не придется больше в жизни открыть ни одного полюса. А для нас даже путешествие на автомобиль из Москвы в Симферополь было открытием. Это был автопробег первых советских легковых машин на Ми-1. Вот она, эта машина в целости и сохранности. А за рулем сотрудник Государственного политехнического музея Юлиан Петрович Сборомирский. В 1927 году этот автомобиль завод «Спартак» начал выпускать. Выпущено этих автомобилей всего было 520 машин. Этот автомобиль прежде чем пустить в серийное производство, он проходил испытания Москва-Севастополь, то есть Симферополь и опять Москва. Во время испытания машина показала очень хорошее положительное качество. Двигатель здесь, мощность двигателя 22 лошадиных силы, скорость автомобиля развивает с полной нагрузкой 70 км в час, расход топлива 10 литров, вес автомобиля 750 кг. Юлиан Петрович, вот какие-нибудь детали, узлы, конструкции используются сейчас в современных автомобилях? Да, в современных автомобилях узлы и конструкции используются, особенно независимая подвеска заднего моста. А где вы его нашли? Нашли в Иркутске у владельца Могилева. А он ездил на этом автомобиле? Да, он ездил на этом автомобиле примерно около 40 лет. По-видиму, в нашей стране еще есть такие автомобили. И хотелось бы обратиться ко всем слушателям, телезрителям. Если кто знает, где есть такой автомобиль на МИ-1, мы бы очень просили, чтобы сообщить нам политехнические музеи, потому что второй экземпляр для нас также будет очень дорог. Пыль взбили шины губатые, писал Майковский. Любая черточка нового быта, новой жизни восторженно воспринималась им. Я с теми, кто вышел строить и месть в сплошной лихорадке буден, отечество славлю, которое есть, но трижды, которое будет. Юрий Олеша писал, в Москве два памятника Майковскому, один статуя и другой станции метро его имени, от которой он, влюбленный в индустриальное, несомненно, пришел бы восторг. Это очень красивая станция со стенами из стальных арок. Стальная кофта Майковского, сказала мне воображение. Вот как хорошо, он, носивший желтую кофту футуристы теперь может предстать перед нами в стальной кофте гиганта. Из Майковска вы можете несколько строчек нам прочитать наизусть? Из Майковска? Любые. Первое, что приходит. Я знаю, город будет, я знаю, садут свесть, когда такие люди в стране советской есть. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Крошка, сын, к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Ненавижу всяческую мертвичину, обожаю всяческую жизнь. В 27-м году в Донбассе Майковский выступал в одном рабочем клубе. И там к нему пришли молодые начинающие поэты, шахтеры, такие стрижные, 15-17-летние ребята, а клуб набит, ну некуда просто. И они, товарищ Майковский, товарищ Майковский, пропустите нас. Он говорит, ну куда же, я вас, куда, некуда же. Потом так посмотрел, он очень любил молодежь. Ну ладно, лезьте сюда, под сцену они пролезли, и там впереди, где оркестр, там, значит, были скамьи. Вот они там все и рассели, сидят, стрижные головы вокруг, ресницы у них такая уж угольная пыль, штым, и, значит, влюбленно смотрят. Майковский читает свои стихи, и, конечно, в конце он очень дорожил мнением рабочих, красноармейцев, товарищей шахтеры. Вот будто говорят я, понятен или непонятен. Понятен, понятен, понятен. Когда Майковский читал, он был понятен, потому что он не употреблял никакой театрализации. Он читал просто, сурово, и его могучий бас океанский, который ни с чем не сравним, мягкий, сильный и понятный был. Он всем был понятен. Ну, как всегда, там где-то в самом конце поднялся какой-то старичок. такой шпинсный. Я говорю, вот товарищ Майковский, когда вы читаете, вы, конечно, понятны, а вот когда вы уедете, вы уже будете непонятны. Почему, спросил Майковский, а потому, что у вас последователей нету. И сел старичок. И там Майковский во всю мощь своего колокольного, громоподобного голоса, как ряб держит на встать. И эти ребята вдруг скачили испуганно. А что это, непоследователи? Садитесь. У Майковского было такое лицо. Некоторые вот скульпторы и художники ошибочно его рисуют. Рисуют ему такой большой подбородок. У Майковского не был такой подбородок. У него был подбородок небольшой мягкого рисунка. Но его лицу, его скульптурности придавали могучее выражение его глаза. Глаза, как прожекторы. Мы умели творить, создавать. Мы создавали новое пролетарское искусство. Газеты сообщали грандиозные фильмы к октябрьской годовщине. Снимают товарищи Эйзенштейн, Александров, Пудовкин, Шуб, Барнетт. Мы с вами видим кадры из знаменитого фильма «Октябрь». В театрах юбилейные премьеры «Бронепояс 1469», «Разлом», «Мятеж», «Дни Турбиных», «Любовь Яровая» и те же пьесы ставились в рабочих клубах. Молодые музыканты Дмитрий Шостакович, Юрий Брюшков, Григорий Гинсбург и Лев Аборин выступили в Варшаве на международном конкурсе пианистов имени Шопена. Лев Аборин занял первое место. Выступает симфонический оркестр под руководством Сергея Прокофьева. Перед одним из его концертов Анатолий Васильевич Луначарский говорил «Музыка, как никакое другое искусство, приспособлено быть языком революции, ибо революция в самих недрах своих музыкальна. Музыка, как и революция, указывает на огромные диссонансы, существующие в мире и на необходимость разрешить эти диссонансы, в гармонию». Еще такой трогательный факт. Занятой неотложной работой мы отмечали такую дату 600-летие со дня первой встречи Петрарки с Лаурой. В 27-м году вышла ставшая знаменитой книга Александра Фадеева «Разгром». Я вот помню, что он приехал к нам со свеженькой книжечкой и подарил мне один из самых первых экземпляров этой замечательной книги. В 27-м году закончил первую часть Тихого Дона Михаил Шолохов и напечатал ее в первом номере 1928-го года. В 27-м году общий подъем литературы сказался тем, что в этом году заканчивали свои произведения такие писатели, «Константин Тринев», пьеса которого «Любовь Яровая» стала одним из основных звеньев нового репертуара нашего советского театра, и Борис Лавренев в Ленинграде заканчивал свою пьесу, разлом которая тоже стала одной из лучших пьес нашего советского театра. В это же время вышел к большому читателю поэт Эдуард Багрицкий, автор замечательной поэмы «Дума про Апанаса». В это же время многие другие крупные наши писатели выступили с произведениями, которые потом стали классикой нашей советской литературы. В 1927-м году это произошло потому, что в стране уже была атмосфера высокого подъема, и то, что было названо в решении Центрального комитета партии о задачах советской литературы в 1925-м году, все это уже становилось в 1927-м году явью, все уже это в 1927-м году было положено на стол советского читателя новыми интересными книгами, потому что такие книги, как «Шолоховский Тихий Дон» или «Фадеевский Разгром», они в какой-то мере стали началом завоевания высот социалистического реализма нашей советской литературы, так же, как и пьеса того же Лавренева или пьеса того же Тренева, и так же, как, конечно, хорошо Маяковского, которая до сих пор, когда приходит очередная годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, всегда читается как одно из современных актуальных произведений нашей литературы. Празднование десятилетия октября. КОНЕЦ Юбилей, а для нас подсчет работ. Перемеренный литрами пот. А для нас юбилей ремонт в пути. Постоял и дальше куди. Эти слова Маяковского были одним из лозунгов октябрьской демонстрации. Ведь десятая годовщина революции была не просто праздником. Страна вступала во второе десятилетие своего существования. Чтобы сделать следующий шаг вперед, нужно было много работать. Предстояло решать все более сложные масштабные проблемы в экономике, политике, воспитании людей. И во всех наших делах, как и всегда, нам помогал Ленин. надо взять за правило лучше числом поменьше, да качеством повыше. Надо взять за правило лучше через два года или даже через три года, чем в торопях, без всякой надежды получить солидный человеческий материал. Я знаю, что это правило трудно будет выдержать и применить к нашей действительности. я знаю, что тысячами лазеек обратное правило будет пробивать у нас себе дорогу. Я знаю, что сопротивление нужно будет оказать гигантское, что настойчивость нужно будет проявить дьявольскую, что работа здесь первые годы, по крайней мере, будет чертовски неблагодарной. и тем не менее я убежден, что только такой работой мы сможем добиться своей цели и только добившись этой цели мы создадим республику действительно достойную названия советской социалистической. Ленинская мысль помогает нам и сегодня в решении новых по уровню гигантских по объему задач. Это задачи десятой пятилетки. Сегодня на одном из крупных предприятий столицы заводе Красный Пролетарий партийное собрание. Коммунисты обсуждают проблему повышения качества работы. Выступает директор завода Олег Алексеевич Королёв. Сегодня по данным Госплана заявки идут на обычные неоснащенные станки Красного Пролетария на уровне 30 тысяч. Мы где-то с учетом экспорта потребности народного хозяйства ну не от пуза не хорошо так говорить но так полностью чтобы заявки все закрыть только на треть покрываем. И в этих условиях нам пошли навстречу уменьшили количество станков сказали дайте более совершенные станки. Увеличить станки просто проще. Сейчас будет тысяча. Так вот тут не проходит Вальдрих поставим еще один где-то стащим. Вот не работает одиннадцатый участок сейчас в горький побежали давай еще один агрегат еще поставим один агрегат. А вот это все оставить и уменьшить и использовать эти мощности эту задачу мы еще я еще раз подчеркиваю не решали. То есть нам надо здесь решать выпуск и осваивать быстро не как там говорить а быстро решать уже решать быстро и надежно вот вопросы выпуска оснащенных станков. Алексей Максимович Горький писал в эти дни Не мое дело говорить о том что другие скажут лучше меня о грандиозной работе проделанной в России за истекшие десять лет. Моя радость и гордость новый человек строитель нового государства товарищ знай и верь что ты самый необходимый человек на земле делая свое дело ты начал создавать действительно новый мир учись и учи крепко жму твою руку товарищ м ну твою что ты Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok